Завершение масштабной стройки ко дню республики. Сегодня на птицефабрике Зеленецкая введен в строй комбикормовый завод и модернизированный цех глубокой переработки продукции. Это еще один шаг в усилении продовольственной безопасности региона. На реализацию обоих проектов потребовалось более 10 лет. Все подробности в сюжете Северина Арпа. Ровный гул механизмов за этими стенами говорит о том, что завод работает как часы и готов ежегодно выдавать до 90 тысяч тонн комбикормов. Строительство завода стало поистине шагом на опережение. Николай Черный и его команда как будто предвидели нынешнюю ситуацию и в свое время решились на этот грандиозный проект. Почти 2 миллиарда собственных средств, несколько лет строительства, что называется с нуля, и новое производство теперь как своеобразный щит будет прикрывать потребность в кормах всего Зеленецкого агрохолдинга. Новый завод официально открыт! Поздравляем всех с эстетическим событием! Завод – это не только большие объемы производства комбикормов по 30 рецептам, но и возможность подстраховать предприятие запасами зерна. Элеватор почти на 80 тысяч тонн поможет сэкономить при его закупке и на полтора года обеспечить бесперебойное производство кормосмесей. Уникальность всего проекта оценил глава республики Коми Владимир Уйба. Мы сегодня действительно присутствуем на историческом событии и, как действительно сказали коллеги, это войдет в историю развития промышленности республики, потому что неоценима вклад в Зеленецкое именно в это время, я уже об этом сказал на слове приветствия, ввод нового производства, который независим от импортного сырья, независим от импортных комплектующих, работает полностью на отечественных базах. Сегодня, когда очень много агропромышленных предприятий именно испытывает проблемы из-за поставок продукции, ну, в первую очередь, комбикорма, вот Зеленецкое именно в этот момент запустило собственный комбикормовый завод. И, соответственно, обеспечивал себя, ну, во-первых, независимостью в кормах, а это самое главное в производстве мяса и птицы, и яйца. А второе, это, повторяю, еще и задел на, как минимум на полтора года, независимости от цен на рынке по зерну. Производство кормов доверено современному, высокотехнологичному оборудованию и автоматизировано, что практически исключает человеческий фактор. К тому же корма проходят термическую обработку, что повышает биологическую безопасность. Если говорить о составе самих кормов, то и здесь потребителю не стоит волноваться. Рядом с заводом была организована небольшая экспозиция, где можно было посмотреть все ингредиенты, из которых изготавливаются кормосмеси, и, конечно же, уже готовые комбикорма для всех возрастов поголовья предприятия. Еще один итог ударной десятилетки – окончание работ по модернизации цеха глубокой переработки продукции. На реализацию этого проекта Зеленецкая потратила 600 миллионов собственных средств. При этом реконструкция цеха проходила без остановки производственного процесса, в несколько этапов. В результате удалось увеличить количество наименований выпускаемой продукции до 400. За решающим этапом реконструкции стал запуск участков по производству мясных консервов. И наше предприятие было включено во всероссийский отраслевой реестр изготовителей мясных и мясоценивающих консервов. На наше предприятие самая высокая доля переработки мяса в России. Она оставляет 80%. Несмотря на все это, Зеленецкая не собирается останавливаться на достигнутом. Пройден очередной этап, считает главный технолог предприятия Ольга Бардакова. И это значит, пора начинать новый. Сегодня мы открываем этот цех после реконструкции, но тем не менее у нас это все продолжается. Все продолжается, мы движемся вперед. Это все-таки какое-то логическое завершение. Мы поставили вроде бы как точку. Ну, опять же, это очень радостно, потому что это позволяет выпускать качественный продукт без всяких нарушений. Это очень приятные эмоции, когда ты можешь сделать то, что хочешь сделать. Наращивать объемы производства сегодня первостепенная задача, уверен глава КОМИ. Поэтому за последний год предприняты беспрецедентные меры поддержки всего аграрного сектора экономики региона. Мы предприняли достаточно очень серьезные меры поддержки. Мы выделили более 280 миллионов рублей именно на поддержку наших сельхозпредприятий. Ввели новые совершенно субсидии, которых не было еще год назад. Например, 100% закупаем и компенсируем затраты на картофель, на семена. Далее мы 70% восполняем тем сельхозпроизводителям, которые строят свои кормо-цеха. Это тоже очень высокое, если посмотреть по России, то таких уровней субсидий мало у кого есть из регионов. И в этом году мы беспрецедентно увеличили почти на 40% объем всего бюджета на развитие сельского хозяйства. Вот это все эти меры поддержки дали возможность. Но, чтобы вы понимали, мы вдвое увеличили площади, не мы, а аграрии наши, вдвое. При том, что санкции, при том, что блокада нас, как страны, вдвое увеличены площади по посевной картофеля. А, соответственно, и урожай будет выше, естественно. Что дает нам возможность в этом году впервые обеспечить себя на 100% картофелем. Эффективная работа таких крупных предприятий, как Зеленецкая, а также других сельхозпроизводителей, по мнению главы, это прежде всего вклад в продовольственную безопасность региона. О важности этого он сказал еще на прямой линии с жителями республики, которая прошла в начале августа. Я сегодня называю всех, кто работает в агрокомплексе, воины. Почему? Потому что они выполняют сегодня оборонный заказ. Потому что сегодня продовольственная безопасность, это продовольственная безопасность. Это, по сути, оборонный заказ. И подход у нас, вот у меня и у правительства, именно такой, к оборонному заказу. А, соответственно, мы должны наращивать объемы. Остается надеяться, что поддержка властей республики и самоотверженный труд аграриев позволит всем жителям с уверенностью смотреть в будущее. Северина Арпа, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.